Степан Трипутень То самое чувство, когда ты круче всех То самое чувство, когда ты на уне То самое чувство, когда ты круче всех У тебя все получится А-а-а-а-а-а-а-а-а Пом 깊иться А-а-а-а-а Ты полегче, а то он сейчас с тебя того О, здравствуйте, Степан. Привет. Вы, Степан, говорят, известный гипнотизёр? Да. И кого же вы гипнотизируете? Животных. Животных? Да. А каких? Кроликов. Кроликов гипнотизируете? Ещё кого? Голубя. Голубя. А меня можете загипнотизировать? Ну, я попытаюсь. А Данилевича? Я тоже попытаюсь. Тоже попытаетесь. Хорошо. А если животное, ну, чуть-чуть больше, чем я и Данилевич? Допустим, вот слон? Не могу. Верблюд? Не могу. Жираф? Не могу. То есть животное должно быть не очень большим? Да. Значит, кого мне нужно найти? Голубя? Кролика? Ящерицу. Ящерицу. Курицу. Курицу. А дальше я как-то забыл. Жабу ещё. Ягушку. Жабу или лягушку? Нет, просто ягушку. Так, ну что ж, юный гипнотизёр Степан, я попрошу вас поделиться тайнами своего мастерства с Андреем Данилевичем. Постарайтесь его не усыпить. Он нам нужен живой и здоровый. А я пойду организую вам жабу и прочих зверей. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ты откуда к нам прилетел? И скипло. Там, наверное, жара сейчас? Да. Угу. Тебе нравится, когда жарко или когда холодно? Жалко. Когда жарко? Да, и холодно. Угу. А когда холодно, что у тебя там? Нос мёрзнет, руки, да? А-а-а. Руки и штаны. Руки и штаны? Да. Ну не штаны, конечно, а ноги. Ага. Ноги, а не штаны. Ты сейчас вот в той кондиции, когда ты готов гипнотизировать? Да. Готов. Как правильно называется вот то, что ты делаешь, вот этот сеанс гипноза? А-а-а. Каталепсия. Ката что? Каталепсия. Каталепсия? Да. Ну у тебя же стоит микрофон не слышит. Слышит, слышит. Я просто такого слова не слышал. Вот. И зрители тоже не слышали. Вот я хочу, чтобы ты рассказал. Каталепсия, да? Да. Угу. И давно ты занимаешься этой каталепсией? Ну, недавно уже. Ну, не всю ночь занимаюсь каталепсией. Не всю ночь? Да. А обычно ты по ночам этим занимаешься, да? Не по ночам, а по утрам. Угу. По утрам. И как это происходит? Вот ты проснулся и куда идешь? Ну, в супе и не животных. Идешь на усыпление? Смотрю. А вот я смотрю, у тебя на футболке. Это кто? Тигр. Нет, Лев. Лев. Вот Льва бы ты мог усыпить? Нет. Даже Чико не могу усыпить. А Льва по гороскопу ты смог бы усыпить? Вот меня, например, попробовать усыпить. Ммм. Как это должно происходить? Я должен лечь или сидя? Можно? Нет, я лучше прилягу, вдруг у тебя получится, а я прям здесь вот упаду. Не надо, вот ты здесь. Здесь ложится? Да. Головой к тебе, да? Нет, головой туда. Хорошо. Так. Вот так меня и вынесут. Хорошо, что хоть головой туда. Правильно? Ну, не правильно. Что? Еще голову надо еть туда. Еть туда голову. Все, молчу. Один, два, три. А мне закрыть глаза? Да. Один, два, три. Прием. Слушай, я спал? Ну, я скажу один в три. Один в три я скажу. Это так гипноз начинает сразу действовать после этого, да? А кто тебя научил этому? Аглая. Моя сестра. Она тоже занимается гипнозом? Нет, она, ну, рассказывает позову, Аглая, я усыпляю животных. А, ага. Она дружит с животными, да? Знает о них все. А ты их усыпляешь. У вас замечательные братики, сестричка. Так. Аглая, здравствуй. Ты гипнозом не владеешь? Или владеешь тоже? Владею. И ты научила братика своего младшего? А ты где научилась этому? Я случайно перевернула жабу, когда я ее ловила. Потом увидела, что она вот так лежит неподвижно. Сначала подумала, что она умерла, потом перевернула, она поскакала. Потом, потом я посмотрела про это в интернете, и там сказали. Во время вот этого сна, в который ты погружаешь животных, вот жабу, да, допустим, что она чувствует? Засыпать. Засыпает. Ну, ей не больно? Не, ну, нет. Не больно и не страшно. Это точно, Аглая? Не больно лягушке, когда она засыпает? Нет, она ничего не чувствует. Она же спит, как и все люди, просто она в анабиозе. Вы тоже подвергались вот этому гипнозу со стороны детей? Нет, я пока, слава богу, хотя нет, Степан умеет усыплять меня тоже, наверное, вот, из взрослых. Вот когда спать положишься. Просто читаешь книжку, и мама спит. Она сама читала мне сказку, но я не заснула, а то вместо меня мама заснула, и сама заснула. Понятно. Ну, значит, ты ее отправил вот в этот сон? Да, как заяц. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Человеком-пауком, полицейским. Допустим, я понимаю, почему ты хочешь стать полицейским, да? Для чего? Ну, чтобы ловить престолников. Хорошо. А Человеком-пауком зачем ты хочешь стать? А, чтобы стрелять паучиной. В кого? А, в зоих. Много рассказали о твоих способностях, и очень хочется посмотреть, как ты это делаешь. Покажешь нам на вот этой сцене? Хорошо. Ну, давай поприветствуем моего напарника Андрея Доманского. Поднимайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Кролик, мой любимый. Это твой любимый кролик? Да. Я его хочу уже взять. Уже взять и усыпить немножко, да? Ну, побежать и взять. Хорошо. Тогда давай, Степа, иди ко мне сюда скорее. Так. Осторожней, осторожней. АПЛОДИСМЕНТЫ Идем. Друзья, прежде чем Степа начнет усыплять зверей, я попрошу абсолютную тишину в зале. Да, еще не суметь. Не шуметь, не вскакивать, никаких резких движений. В общем, все как не всегда. С голубя начнем, да, Степа? Да. Так. Иди сюда. Иди сюда, пошли. Сейчас с королем разберемся. Это не кого я зайчик вообще-то? Ну, да. Вы не знаете его. Иди сюда. Иди сюда. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья! Сеанс гипноза для зверей закончен. Самое главное, ни одно животное не пострадало. А жабе вообще лучше всех. Она продолжает спать. Эй! Стёп, Стёп, ты можешь мне помочь разбудить жабу? Принцессу-царевну. Давай. Как она? Вот так ты будешь, да? И вот так буду. И поцеловал её, да? Стёпа, я не знаю, что сейчас сказал бы кролик, если бы умел говорить. Скажу тебе от себя. Ты, безусловно, меня и нас всех удивил. Друзья, медаль «Круче всех» и подарок для Степана в студию. Вот ты круче всех. Самый крутой гипнотизёр. Свериный гипнотизёр. То самое чувство, когда ты на луне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя всё получится. Круче всех! Круче всех! Круче всех! Круче всех!